Сейчас про сонату для меланчейных авропианов Ивана Бетхотова мы собираем четвертую меланчейную сонату, которая была написана более чем за 100 лет про сонаты Барбера в 1815 году. Ивана Бетхотова тоже небольшая меланчейная соната, и тем не менее целый мир разных образов, разных настроений, разных вероятных впечатлений. В этой сонате две части, и в рукописи Бетхотов предпослав ее название «Свободная», вероятно, тем самым желая подчеркнуть, что она отличается от традиционных венских сонатов. Итак, Бетхотов, сонат для меланчейных авропианов, номер 4, до мажора, в двух частях. Бетхотов, сонат для меланчейных авропианов, номер 4, до мажора, в двух частях. Бетхотов, сонат для меланчейных авропианов, номер 4, до мажора, в двух частях. Бетхотов, сонат для меланчейных авропианов, номер 4, до мажора, в двух частях. Бетхотов, сонат для меланчейных авропианов, номер 4, до мажора, в двух частях. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok